Всех с возвращения в мир второй готики. Это шестая серия, в которой мы... Которую я планировал начать с того, что ограбить сундук мага огня Дарона, но этот человек еще не спит. Может у него там какие-то умные мысли возникли в голове, и он их обдумывает ночью, как раз, когда ему никто не мешает. А мы давайте в это время попробуем немножечко посмотреть, что у нас тут есть в казармах. Чтоб не терять время. Так, ну, тут лорд Андре не спит. А вот здесь... Эй, ты! Что тебе здесь нужно? Как это ты меня увидел через стену? Очень даже интересно бы мне знать. Ладно, попробуем зайти с другой стороны. Так, что у нас тут интересного? Там, я смотрю, вообще нет сундуков. Здесь на столе нет ничего. Как-то это все печально. Ржавый меч. Да-а-а-а. Так тут сильно с вами не разживешь. Богатством. Ага, вижу сундучок. Кстати, он даже, по-моему, не заперт. Заодно зайдем еще в кузню ополченцев. Там этот вредный кузнец, который отказался нас учить силе. Вот я думаю, надо его немножко проучить, чтобы он не был таким высокомерным. Ограбив его сундук. Да, этот сундук не заперт. Тяжелое золотое блюдо. На этом блюде выгравированы имена Онор и Мария. И ключ от башни. Интересный сундук. Я так понимаю, этот золотое блюдо принадлежит лентлорду Онору, который тут затеял гражданскую войну и нанял бывших каторжников во главе с генералом Ли. Ну, думаю, это нам сыграет добрую службу. Будет нам полезно. Мы его отдадим, конечно, владельцу. Посмотрим, как он нас за это поблагодарит. Так что, здесь прошло все успешно. Давайте сохранимся. Если кража одного сундука можно назвать успешным мероприятием. Посмотрим, что здесь. Да, никого нету. Это радует. Давайте максимально быстро это все проворачивать. Уже второй час. Время тут идет довольно-таки быстрое. Так, здесь у нас кожаный кошелек. Жалко, что все эти вещи просто нарисованы, их нельзя взять. Эти мечи из бочек. Я бы с удовольствием их, конечно, все взял себе. И вот эта броня, что на стене. Так, вижу сундук. Пока мы до него дойдем, он полночи пройдет. Но лучше уж так. Не спеша, не суетясь, но медленно, но верно. Жалко, что я рассчитывал. Совсем не то, на что я рассчитывал. Щиты. Кстати, во второй готике тут нарисованы щиты, а вообще по игре их нету. Ни один персонаж их не использует. Ну что, наш самый первый излом сундука. Не особо удачно. Право, лево. Право, лево, лево. Право, лево, лево. Право, право, право. Уйму отмычек сломал. Черт знает вообще для чего, непонятно. 15 отмычек всего осталось. Надо, даже не знаю, потратим их на сундук. На сундук Дарона, на сундук Лемара. Даже не знаю, нам не с чем идти в верхний квартал. Так, ну что. Почти два часа. Возможно, Дарон лег спать. Интересно, у этого плотника появились еще отмычки. Я бы их с удовольствием купил, потому что... Я ее больше не чувствую. Непонятно, да? После него, я очень надеюсь на это. Еще, конечно, хочу заняться сундуком Лемара. Ну, тот трактирщик говорил, что тут супер, мега сильный замок будет. Вот, уже неудача. Лево, лево, право, лево, право, право. Черт. Что тебе здесь нужно? Уходи! Я что, так сильно сломал отмычку, что они услышали меня? Ничего не понимаю. Давайте на бис. Лево, право, право, лево было начало. Поскольку я уже отмычек поломал, что они на исходе у меня. Лево, право, право, лево, лево, право, 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 лево, лево. господи стоило на того заклинание сна возможно стоило я даже знаю на кого это заклинание применить валим отсюда да 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 убираюсь время третий час ну что отмычек у нас отмычек не вижу 8 8 отмычек ну что лимар или вот тот стражник тех сундуков я думаю что лимар потому что лимар спит не всю ночь и там сложно время подгадать если он час спит а то может даже сейчас не спит так-то принципе можно обнести и константина всех вот этих и кузнеца хагарда дату всех торговцев это тоже того стоит но отмычек у нас совершенно мало поэтому будем действовать целенаправленно лимара если что-то останется тогда того стражника тебя я боюсь что может вполне так что ничего не останется отлично лимар пошел спать ну по крайней мере мы без всяких отмычек возьмем золотой кубок это абсолютно верно так и вот сундук до единственные в этом доме там ничего нету так а вот тут еще что серебряная тарелка царши наверно мерзкий расставщик продавец воздуха сейчас мы тебя я надеюсь обуем так лево право право лево 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 право 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 лево право так что-то скажем так убираемся отсюда кстати по моему же время пришло его долг отдавать мы конечно же это делать не будем так сколько отмычек 6 ну думаю надо использовать заклетание сна время 3 час и посмотрим что у нас там на складе кстати мы получили ключ от какой-то башни от какой непонятно так где у нас сон забвение ледяная стрела сон на шестерку достанет она отсюда его не понял стой сюда вход запрещен я понял ну и что мне с тобой делать заклинание сна не работает на него какая прелесть мне никогда не открыть это без правильного ключа иначе там что-то действительно ценное мне никогда не открыть это без правильного ключа так как же мне туда можно попасть может как-то сзади если обойти блин у пароля 2 очень нужных заклинания может как то так неудачно похоже что как то так можно пролезть да елки ж ты палки жалко заклинание чтоб мы их продали бы все полезнее бы было эх чуть 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 не допрыгнул так как еще можно ну родной ну что ж такое что же ты такое корявое существо еханый бабай о кузня это значит здесь наверное будет этот кузнец который нас сможет научить силе так ну что то я не могу успокоиться а как еще можно попасть на крышу этого дома может еще как то можно так а если через сюда не прыгай да ладно а если на крышу этого большого и перепрыгнуть на малый так остается понять как на крышу большого попасть так ух ты тихо стой что что так сразу еще раз подожди 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 так вот тут как то можно мне кажется ух ты как то его так поднесло что у нас тут интересно есть светает 3.50 валентина не вышел где этот юноша со взором горящим ладно давайте попробуем перепрыгнуть ох уж не знаю как то мне это все опасным представляется не убиться бы я очень надеюсь что там что то важное в тех сундуках потому что так я уже давно не заморачивался ох ты ж перепрыгнул так осторожно не убиться бы так присели отлично сундук сундук надеюсь у нас хватит отмычек это мне никогда не открыть очень мило у кого же ключ так этот можно открыть влево влево вправо влево вправо влево 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 вправо влево вправо кожаные доспехи ну я их покупал можно было стырить так а это не открыть и стоило это всего того похоже что не стоило давайте хоть валить отсюда пока нас не накрыли с поличным что есть еще по крышам полазить можно куда-то попасть в какое-то интересное место похоже что не особо так время 4.17 я думаю Матео еще попытаемся ограбить у нас всего 3 отмычки не знаю повезет не повезет или оставить их ну мало ли вдруг понадобится правильно нет давайте все таки так где то сундук Матео за прилавком да за прилавком а сколько они встают часов 6 наверное надеюсь тут несложные да нам мучаемся мы без что каждое неумелое движение ломает нам отмычку лево право лево право право лево лево право право лево право ну и стоило это того у нас осталась всего одна отмычка скорее всего мы ничего не сможем с ее помощью сделать давайте на всякий случай а тут уже служанка встала да да без первым уже не обчистим встала и как порядочная женщина сразу заплету умничка тогда возможно попробуем ограбить а ладно бросьте с одной отмычкой никого мы не ограбим так что у нас тут по заданиям фальшивый посыльный лук баспера попасть в верхний квартал член городской стражи нападение бандитов так 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 в принципе надо наверное продолжать исследовать портовый квартал да мы нашли там кстати кузницу это значит сейчас скоро должен выйти этот кузнец которого я надеюсь мы научимся силе тогда можем сможем взять ту абордажную саблю и попробовать сразиться с аллериком да и мало ли как они какие нас неприятности ждут тот же лемар я думаю пошлет своего головореза за деньгами так что эй ки куда ты идешь не важно какие у тебя планы они могут подождать ты стоишь перед входом в жемчужину Хориниса красный фонарь это самый шикарный бордель во всей Миртане будь я проклят моряки из самых дальних уголков света приплывают сюда чтобы провести несколько незабываемых ночей в красном фонаре а теперь у тебя появился такой шанс нет честь провести ночь с Надей с самым страстным цветком богов цветок богов и ты познаешь наслаждение о котором другие не могут даже и мечтать а какие цены в вашем борделе что ты стоишь здесь и колеблешься заходи внутрь познакомься с нашей любвеобильной Надей это страстное создание ночи и придаст твоей жизни новый смысл если это можно назвать смыслом гражданин гражданин Соня Соня не хочет со мной разговаривать а вот и Надя Эй, я не могу заняться тобой сейчас, детка если хочешь развлечься, поговори с Брамором ты предлагаешь мне развлечься с Брамором? все об этом знают Брамор что тут у тебя? это неинтересно ничего, не запрятано он слишком много болтает я хочу развлечься ну да, все сюда за этим приход ты употребляешь траву? я Брамор это мой дом а это мои девочки я люблю моих девочек а если ты любишь моих девочек тоже ты должен заплатить за это 50 золотых монет смотри только, чтобы никаких проблем нет уж спасибо как-нибудь другой раз а что вообще тут у тебя? какая-то дверь потайная мне никогда не открыть это без правильного ключа эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ А Ваня это... Боюсь предположить, почему зовут это существо Ваней. Какой глупый вопрос. Их интеллектуальный разговор с Ванюхой. Почему в борделе нет дверей в комнатах? Ну это вообще верх абсурда. Ну ладно, в каких-то других местах, но в борделе... Ладно. Что еще интересного? Гражданин, гражданин. Хальвар. Кстати, за лавкой Хальвара нас кто-то должен ждать. Ну, какая-то-то со страшной рожей какой-то пассажир, но я пока не чувствую все силы идти туда. Поэтому давайте немножко здесь побольше осмотримся. Эй, тебе нужна рыба. У меня очень хорошая рыба с самых глубин моря. Как-то не особо. Покажи мне свою рыбу. Рыба и все. Ты что, смеешься надо мной? Так, ну давайте продадим всякую ерунду. Ржавый топор. Цена 3, это да. Ржавый меч. Меч. Вот уже получше цена. Так, арбалетные болты. Смотрите-ка, у нас уже золото, так неплохо. А мы всего ничего, сундуков почистили. Он не заслужил этого. Я бы не доверял тому, кто тебе это сказал. Так, так, так. Ну, конечно же, доспехи продаем. И почему я не слышал об этом районе? Запвения не будем. Кровавый кубок. Золотой кубок. Зачем они нам продаем? Молот мы не будем кузнецом. Продаем блюда. Мы отдадим Онору. Ледяной кварц. Не знаю, что с ним делать. Стоит он... Да, в принципе, я думаю, продадим ледяной кварц. Кость скелета продадим. И серебряную тарелку. И вот нас уже тысяча. В принципе, можно уже вступать в монастырь, но... Надо же еще купить овцу. А сколько будет овца стоить? Тоже где-то 200 золотых. Поэтому... В любом случае, идти в монастырь и сразу остаться без единой монеты, как-то, мне кажется, не очень умно. Так. Тут должен у нас где-то быть кузнец и... Алхимик. Так, ну по этим лачугам шарится, мне кажется, смысла особого нет. Гражданка, гражданка, гражданин. Граждане. Так, да, вот я с ней хотел поговорить. Феня. Ты выглядишь уставшим. Давно не спал, да? Слишком давно, я бы сказал. Подойди поближе, не робей. У меня ты найдешь все, что тебе нужно. Какая бойкая, Феня. Ты сказала, что у тебя есть все, что мне нужно. Это включает информацию? Конечно. Ты тоже будешь по 10 золотых требовать, как трактирщик? Или ты более такая гуманная? Есть здесь в порту другие торговцы? Если ты пойдешь налево вдоль причала, ты увидишь Халвара, моего мужа. Он торгует рыбой. А если ты пойдешь в другую сторону, там живет Ибрагим, картограф. Тоже видел. Ты знаешь кого-нибудь из верхнего квартала? Если бы я кого-нибудь там знала, я бы здесь не стояла, малыш. А что б ты сделала? На что интересное стоит обратить внимание в порту? Ну, если ты ищешь приключений, иди в кабак Кардифа у причала. Там всегда что-нибудь затевается. Ты вряд ли пропустишь его. Парень, стоящий перед входом туда, обязательно привлечет твое внимание к нему. Кроме того, в порту стоит большой корабль паладинов, королевская военная галера. На это действительно стоит посмотреть. Ты увидишь ее, если пойдешь влево вдоль причала, а затем пройдешь под большой скалой. Туда я еще не дошел. Ничего интересного не было? Было. И совсем недавно. Здесь пробежал вор. Он, похоже, украл лук где-то в нижней части города. Конечно, как всегда, ополчение прибыло слишком поздно. Ему удалось сбежать от них. Он прыгнул в море и был таков. Прыгнул в море? Ну, нифига себе. Покажи мне свои товары. Как это так вообще может быть? Ладно. Пока оставим это дело. Куча людей живет тут. В портовом квартале. Вот не этот ли человек меня ждет? Я пока боюсь к нему подходить. Эда? Что ты варишь? Уху. Может, она не особенно вкусная, но, по крайней мере, это горячая еда. Могу налить тебе тарелку, если хочешь. Ой, давай. Что ты можешь рассказать мне о городе? Большинство горожан опасаются воров, поэтому лучше не входить в чужие дома. Но если ты ищешь, где остановиться на ночь, можешь поспать в моей хижине. Там есть еще одна кровать. А ты не боишься воров? Единственная ценная вещь, что у меня была, уже пропала. Кто-то украл мою статую Инноса. Хм. Какая ты загадочная, Адда. Незнакомому мужчину предлагаешь себе на ночь в дом. Ты можешь сварить суп для меня? Приглашаешь. Я готовлю для всех. Для тебя тоже, если захочешь. Все, что мне нужно, это чтобы ты принес мне рыбу. А я... У меня нет рыбы? Ты можешь сварить для меня суп? Нет, ничего проще. Вот, держи тарелку. Ага. А еще? Ты можешь сварить для меня суп? Нет, не сегодня. Приходи завтра. Ну ладно, Иннотон, спасибо. А у тебя обычный суп? Или там какие-то у него... Специальные... Свойства? Так. Где он? Где он? Вот он он. Уха. Прибавка к здоровью 10. Никаких специальных свойств нет. Так, ну что. Дождь так и хлещет. Бедный, бедный наш герой. А люди тут закаленные. Дождя не боятся. Они прячутся. Ничего, никуда. Так. Да, вот эта кузница. Вот он, кузнец Карл. Привет, Карл. Что привело тебя в этот бедный район? Что за голос? Что ты пишешь здесь? Не совсем как у кузнеца. Я просто брожу, осмотрю в окрестности. Ага. Смотри, зазеваешься и лишишься кошелька. Похоже, в городе есть несколько воров, которые крадут у зажиточных граждан. Крадская стража недавно перевернула портовый квартал вверх дом. Но они ничего не нашли. Что ты знаешь, вора? Ничего. Ну, все горожане напуганы и становятся недоверчивыми. Особенно к чужакам. Смотри, чтобы тебя не застали в чужом доме. У нас этого не любят. Да, ты должен сам защищаться от воров. Хорошая дубинка лучше всего. Нет, я уже и так понял. Ты можешь научить меня чему-нибудь? Ах. Я всего лишь кую скобяные изделия и гвозди. И чиню различные железяки. Но я мало что знаю об изготовлении оружия, чтобы учить тебя этому. Если ты хочешь обучиться этому ремеслу, поговори с Гаррадом. Он-то уж точно знает, как ковать оружие. Нет, не хочу. Но если ты хочешь немного потренировать свои мускулы, тут я могу помочь. А вот это, пожалуйста. Сколько ты берешь за обучение? 50 золотых монет, и я помогу тебе стать сильнее. Да что ж такое, а? Что ж вы все такие меркантильные? Я хочу потренироваться с тобой. Хорошо. Мы можем начать, как только ты будешь готов. Я готов. Я хочу стать сильнее. Пятерочку. И еще пятерочку. Ну. Что мы имеем? Сила 20. Единица опыта 5. Пока я не буду их тратить. Подумаем, куда лучше их применить. А сейчас давайте, конечно же, возьмем пиратскую обороженную саблю. Но уже другое дело. Правда, она немножко коротковата. Ну, да бог с ним. Так. А где же алхимик? Не в этом ли закутке? Угу. Очень похоже, что так. Так. У меня тут куча всего. Что у тебя тут написано? Зелье магической силы и ингредиенты. Это мы читали. Так. Ну что, Игнац. Привет. А-а-а. Ты заглянул как раз вовремя. Мне нужен ассистент для магического эксперимента. Как интересно. Я уверен, что тебе не терпится оказать мне услугу во имя науки. Полегче, друг мой. Сначала скажи, в чем он заключается. Я разработал новое заклинание. Заклинание забвения. Я уже придумал, как можно использовать его. Но у меня нет времени на проведение одного последнего теста. Да. Почему ты решил, что ты его придумал? Я это заклинание еще знаю по первой готике. И использовал его. Если вы помните, там на одном охотнике было дело. Расскажи мне подробнее об этом эксперименте и самом заклинании. Это заклинание позволяет заставить кого-нибудь забыть некоторые события. Пока я выяснил только, что оно работает, когда объект этого заклинания находится в ярости. Например, если он только что был сбит с ног или ограблен. И даже несмотря на то, что эта неприятность произошла с ним только что, он все забудет. То есть я должен сбить кого-нибудь с ног и наложить на него это заклинание? Да, ты все правильно понимаешь. Но чтобы разозлить кого-нибудь, достаточно просто атаковать. Вовсе нет необходимости сбивать его с ног. Только ты должен проделать все это без свидетелей. Если неподалеку будут находиться другие люди, у тебя обязательно возникнут проблемы с лордом Андре. Также не имеет смысла налагать это заклинание на того, кто атакует тебя. Выжди подходящий момент. Не совсем понял. И что я получу за то, что помогу тебе? Я мог бы обучить тебе искусству приготовления зелий. Я знаю рецепты лечебной эссенции и эссенции маны, а также зелья ускорения. Ну, говори. Хорошо, я испытаю это заклинание. Тогда возьми этот цвиток и найди подходящего подопытного кролика. А когда закончишь, возвращайся и расскажи мне, как все прошло. Ну, как подопытный кролик, я думаю, можно использовать тебя. Ну, что мне для этого сделать? Можно свистнуть серебряный кубок, я думаю. Так. Вот это заклинание забвения на шестерочку. Но он сказал, что нельзя его использовать на того, кто бежит на тебя с мечом в руке. То есть, как это проделать, не совсем понятно. Ладно, давайте экспериментировать. Что тут думанька дать? Шестерка, шестерка. Итак, берем серебряный кубок, он бросается на нас. Мы поворачиваемся и делаем на него забвение. Ах ты, подлый вор! Не сработало. Черт. Не сработало. Придется по плохому пути идти. Так, давайте валить отсюда. У меня еще одна идея возникла. Если вот сейчас мы вернемся с этим заклинанием. Нормально будет? Ну что, сработало? Я использовал. Отлично, отлично. У тебя все получилось? Да, заклинание сработало. Превосходно. Может, с точки зрения науки, это не очень большое достижение, но для меня оно очень много значит. Теперь я могу уделить тебе время и обучить тебя искусству алхимии. Я также могу продать тебе что-нибудь полезное, если ты, конечно, хочешь этого. Так, давай посмотрим, чему ты меня можешь обучить. Хотя я прям сейчас алхимией не хочу заниматься. Обучи меня искусству алхимии, чтобы при так же тебе понадобятся различные растения и другие ингредиенты. Покажи мне свои товары. Так, ну только в забвение, понятно. А, давайте мы свое продадим. Покажи мне свои товары. Так. Меч. И твой серп. Купи его себе обратно. Так, так, так. А, ну и кубок же твой же. Ну, вроде все. Спасибо тебе. Это было интересно и познавательно. Так, время. 9.25. Рано еще идти к Алику. Он только с полудня занимается. Так, ну что. Пойти прогуляться рядом с ростовщиком. Вызвать злость его вышибалы. Или пойти посмотреть на корабль. Давайте сходим, посмотрим, что там за корабль. Может, туда можно проникнуть и там немножко... Будем похозяйничать. Рыцарь, рыцарей. Целая куча рыцарей. И все тренируются. Всять, между прочим, нечего. Много всего, а взаимодействовать ни с чем нельзя. Тут, по-моему, крыса ходит. Нет. Мы не хотим, чтобы крыса что-то забыла. Пусть все помнит. Что у нас тут? Не густо. Рыба. Рыба. Лодка выброшенная на берег. Какая-то несуразная. А тут что, кто-то жил? Или что это? Чьи-то пожитки, припасы. Кровать неактивная. Сырое мясо. Давайте пожарим мясо, кстати. Ой, как это долго. В первых, побыстрее вроде было. Так, ну что, какие у нас планы? Ну, тут покрутимся немножко. Посмотрим, что за корабль. Подеремся с Альриком. Подеремся, скорее всего, с... С выбивалой ростовщика. И надо будет уже идти на ферму. А, надо будет идти к Бальтраму, чтобы он дал нам задание. По доставке. И как я это сделаю? Пойдем на ферму Акила уже, я думаю. Силу мы прокачали. Владение одной ручкой прокачали более-менее. Броня у нас есть. Так что, я думаю, вполне можно отправляться. Осторожно, конечно же, как всегда. Потихонечку, полегонечку. Ух ты ж. Какой огромнейший корабль. И опять-таки, сколько припасов тут. Так, а там что у нас? Он тут на мель не сел. А, нет, тут довольно-таки глубоко сразу. Заиграла пафосная музыка. Куча, куча ящиков. Неужели ни в одном из них нет ничего интересного? Что бы мы могли взять себе? Отсюда рыбалят. Болт пила, но это как-то не очень интересно. Тут кто-то упражнялся в искусстве владения арбалетом, походу. Вот, серебряное кольцо. Это уже лучше. Это уже лучше, лучше. Так, и что? Ржавый меч. Не особо. О, кусок руды. Воспоминания из первой готики. Помните, сколько у нас там их было? Я уже, честно говоря, не помню. Что-то там, тысяча тридцать, может, больше. Тут у Руда, интересно, сильно ценится. За сколько ее можно продать? Ой-ой-ой. Плюхнулся в воду. Хорошо, что все хорошо закончилось. Так, ну что, можно как-то проникнуть на этот корабль? Стоят стражники. Кран. А по крану можно? По крану можно, только там мне, наверное, орехи дадут. Да, кстати, что там делать? У меня одна отмычка. Давайте просто для очистки совести проверим, что нас не пустят. Но так к бабушке не ходили. Стой. Куда это ты идешь? Я хотел... Здесь не на что смотреть. Иди своей дорогой. Я хочу попасть на борт корабля. Никому не позволено входить на корабль. У меня есть приказ. Я должен убить всякого, кто войдет на корабль без соответствующего разрешения. Во имя Иноса я буду защищать этот корабль даже ценой своей жизни. Ну, понятно. Не будем тебя провоцировать. Ну, раз ты полон решимости исполнять приказ до конца. Какая большая территория, а ничего интересного нету. Это так задумано или потом будет что-то интересное? Мне кажется, по крану как-то можно попасть на корабль, но не хочу рисковать. Одна отмычка, все у нас. И это будет... Овчинка выделки не стоит, я думаю. Так, ты кто такой? Просто рыцарь. И что? Так, давайте сплаваем на тот берег, посмотрим, что там. Ну, кстати, тут затонувшая лодка рыбачья. Ну, как интересно, крыся, кстати, лучи солнечные сквозь воду проникает. Кстати, воду... Это волны. О-о-о-о, там ящерица. Так, я предлагаю забраться на сундук. Потому что я до конца не уверен, как мы с ящерицей разберемся. Или вот сюда. Не уверен я в своих силах. Насколько она сильнее стала или слабее по сравнению с первой готикой. Если на том уровне, то это пока нам, наверное, не особо. Сколько у нас стрел? 11. Совсем мало. Если что, есть еще там ледяная стрела. Ну, давайте пробовать с ней разбираться. Ящерица. Ну, должен попасть. Попадай. Есть. Надеюсь, она сюда не запрыгнет. Закончили стрелы, надо полагать. Неплохо она нас укусила. Очень неплохо. Ну, что ж. Итак, прошел полноценный удар. Особо обращаться не надо еще. Все интересное впереди. 120. Да. Ого. Нечего взять. Кстати, у него тоже прошел. Типа критаж что-то. Это было близко. Тяжело нам пока с ними. Кстати, насколько она похорошела по сравнению с первой готикой. Вся такая в чешуе. Надо сохраниться, я считаю. После такой победы. После такой победы. 120 очков это, конечно, много. Рыбачий сити. А рыбаков нет. Куда они все делись? Паладины что ли все прогнали? Непонятно. Как-то заброшено выглядит эта часть города. Что странно. Хотя лачуги есть, то есть люди тут были, куда они подевались. А если тут бродит ящерица, значит людей уже давно нет. Так, рыба сушится. Ну, хотя бы провизией обзаведемся. Тоже не зря побывали здесь. Так, так, так. Надеюсь, больше ящериц не будет. Не всегда нам же так будут вести. Что, что, что? А, вот у нас такая есть сабли. Ну, кстати, мы могли ее найти. Она, кстати, стоит не так уж и дешево. Давайте немножко расслабимся после тяжелого боя. Я думаю, сейчас продадим ее с успехом. И у нас уже будет неплохо с деньгами. Но все равно монастырь еще рано идти. И надо тут еще немножко полазить. Да и от опыта я бы не отказался. Я бы еще хотел бы силы. До 30 догнать силу и владение одной ручкой. Чтоб мы уже могли совершать комбо из трех ударов. Да и движения стали более быстрыми. И стойка другой. Кучу рыбы мы нашли. Жалко, что-то Эдна, женщина, варит только одну уху в день. Так бы мы могли бы много ухи наварить. Хоть что-то на этом заработать. Я думаю, есть же разница по цене между рыбой и ухой. Ну, хоть какая-то минимальная. Ну что, тут больше живности нет никакой? Похоже, что нету. По крайней мере, я ничего такого не слышу. Вот это странные такие лачуги. Вроде как должны тут бедные рыбаки жить. Но куда они все делись? Непонятно. Мы профукали на эту ящерицу все стрелы. Все правильно. Скорее бы, скорее бы уже настал тот момент, когда нам будут не нужны обычные стрелы. Потому что у нас будет своя огненная стрела. Но это еще не скоро. Я вас уверяю. Ну что, вроде больше никого нету. Более-менее Интересное время провели. И время на часах 12.05. Надо спешить к Альдвику. Провести состязание. Пойдем понизу. Сюда мы шли поверху. Там не было ни одного персонажа с уникальным именем. Может, вот этот имеет такое? Нет, просто рыцарь. Это давно известно. Я не хочу... Это давно известно. Тут даже пушки. Какие-то они мелкокалиберные. Я не думаю, что с такой пушки можно нанести серьезный вред к такому вот фрегату, на котором паладины прибыли. Так, никого у нас тут нового в таверне не образовалось? Нет. Так, ну карту мы покупать не будем. Хотя, в принципе, Джек... Привет, сухопутная крыса. Ух ты. Похоже, ты сейчас на мили. У тебя жабры какие-то бледные. Не бери в голову, парень. Все, что тебе нужно, это крепкий морской бриз. Что ты делаешь здесь? Когда я был еще юношей, я отправился странствовать по морям и пережил много сильных штормов. Но много лет назад я сел здесь и с тех пор работал смотрителем маяка Хориниса. В этом нет ничего сложного совсем. Но этот старый маяк стал мне родным домом. Но я так давно уже не был в нем. Почему? Тех пор, как эти подонки захватили мой маяк, я не осмеливаюсь подойти к нему ближе, чем на 20 футов. Это очень плохие люди. Кто такие? Они преступники из долины Рудников. Понимаешь? По другую сторону гор раздался оглушительный взрыв. А затем они налетели на эту землю, как мухи на дерьмо. Теперь они скрываются здесь повсюду. Даже на моем маяке. Я думаю, они поджидают корабль, на котором могли бы уплыть. Ну, корабль тут один. Пусть плывут. Куда хотят. Тогда, по крайней мере, они уберутся с моего маяка. Ну что, я думаю, надо помочь Джеку. Не сейчас, конечно. В ближайшей перспективе. Я всегда говорю, город настолько хорош, насколько хорош его порт. Порт — это ворота в мир. Здесь все встречаются. И все начинается здесь. А когда в порту царит запустение, город неминуемо ждет та же участь. Согласен с тобой. Порт Кориниса сейчас не тот, что был раньше. Здесь никого не осталось, кроме праздно шатающегося сброда. Корабли сюда больше не заходят, и торговля пришла в упадок. Этому порту, похоже, скоро придет конец. Ну, по крайней мере, тут хотя бы рыбачат на рыбацких лодках. А так, импорт Эксор, да, не осуществляется. Почему? Странно, непонятно. Так почему ты не уедешь отсюда? Сегодня никто не возьмет на корабль старого морского волка. Вроде меня. Большинство полагает, что старый Джек ни на что не годен. И что его старые кости разъедает под агром. И? Они правы? Вздор! Как только я опять почувствую под своими ногами палубу, я дам фору любому из этих нахальных юнцов. Что ты имеешь в виду под сбродом? Посмотри на них. Это же сборище лодерей. Большинство из них даже не знают, что такое работа. Они только и делают, что пьют все дни напролет. И относят свои последние гроши в бордель. Говорю тебе, держись от них подальше. Ну, если ты настаиваешь. Почему корабли больше не приходят сюда? Здесь говорят, что когда война будет окончена, все вернется на круги своя. Это все чушь собачья. Уверяю тебя, настоящий матрос всегда первым понимает, что город приходит в упадок. Матрос чувствует это своим нутром. И я говорю тебе, забудь об этом порте. Его лучшие дни давно позади. Ну, хорошо, не кипятись. Бандиты в майке Джека. Старый морской волк Джек не может вернуться на свой маяк, так как и там засели бандиты. Ну что ж, думаю, надо будет помочь ему освободить Гарвил. Это вот тот человек, который не хотел разговаривать со мной в таверке. Может, сейчас он захочет? А, да, есть опция. Что ты делаешь здесь? Я строю корабль, потому что я хочу убраться отсюда. И чем быстрее, тем лучше. Но судя по тому, как идет работа, этот корабль никогда не будет закончен. Почему ты так торопишься? Скоро придут орки и сожгут город дотла. Почему ты так думаешь? Парень, ты видишь, что паладины теперь повсюду? Почему, как ты думаешь, они здесь? Я скажу тебе. Они здесь, потому что скоро на нас нападут орки. А это не доставит нам радости. Я бы не сказал, что это так прям так логично звучит. Почему ты не можешь закончить корабль? О, у нас тысячи проблем. Остов пока еще не очень стабилен. И не хватает досок на обшивку. У меня почти не осталось средств на покупку материалов. А последняя партия вся была поедена жучком. Мои парни работают не очень эффективно. Один хочет построить быстрый корабль, а другого волнует только резная фигура, которая будет установлена на носу судна. Ну, это глупо. Как будто нам больше нечем заняться. Помочь? Деньгами, что ли? Могу я чем-нибудь помочь? Да, можешь. Выясни, что планируют паладины. Я хочу знать, зачем они здесь. И я должен знать, действительно ли орки собираются напасть на нас. И как далеко от города они находятся. Одного из этих отродей видели совсем неподалеку от города. Просто сообщай мне всю информацию, что раздобудешь. Я должен знать, сколько у меня осталось времени на постройку судна. Ну, вроде у меня какая-то есть информация. У меня есть информация о борках. Выкладывай. Они застряли в долине рудников, и, похоже, они собираются остаться там. Чтобы здесь было безопасно, паладины охраняют проход. Хорошо. Если еще что-нибудь выяснишь, дай мне знать. Что касается орка около города. Да. Не волнуйся насчет него. Городская стража позаботится о нем. Вообще-то мы о нем позаботились уже. Если еще что-нибудь выяснишь, дай мне знать. Вместе с тем лучником. Что происходит в гавани? Орки дышат нам в спину, а ты спрашиваешь о гавани. Я только хотел... Самая большая проблема в том, что в гавани недостаточно кораблей, чтобы вывезти нас отсюда. Если честно, здесь всего один корабль, и он принадлежит паладинам. А они уж точно не позволят нам воспользоваться им. Ну, ты и паникер. Так, ладно, сколько времени? Надо идти сразжаться с Сальвиком. Пока мы опять не упустили время. Здесь у нас все получится. Наши дни даже и не знаешь, кому верить. Радуют, конечно, что у него все на все палка, но... Это еще ни о чем не говорит. Поэтому, конечно же, сохраняемся. Я хочу сразиться с тобой. У тебя есть пятьдесят золотых? Вот, держи. У нас новый боец. Ставки сделаны. Ты готов? Иди сюда. Посмотрим, на что ты способен. Удар у него не очень сильный. Не кончи его! Ну, это еще потому, что крит ни один не прошел. Не кончи его! Как он ему дал? 120, да. Хотя половину снял. Я под конец просто расслабился и начал уже пропускать удары. Которые совершенно не обязательно было пропускать. Ох, моя голова. Подожди минутку. Ох, парень. Ну и удары у тебя. Я вижу, ты уже забрал свое золото. Ты мог бы подождать, пока я сам не отдам его тебе. Я держу свое слово. И еще одно. Никто не говорит о том, что происходит за складом. Ополчение готово за малейшее прегрешение засунуть тебя за решетку. А эти парни не любят, когда делаются ставки на бой. Первое правило бойцовского клуба. Никто не говорит о бойцовском клубе. Снять пока этот лук. Он так несуразно выглядит. Если я его сниму, я могу его продать. Нечаянно. Ладно, не буду поэтому это делать. Так, 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 так. Ну что. Пойдемте мимо... Расставщика. Поищем неприятности на свою голову. Уже ничего не поделать. Все будет только хуже. Это было всегда очевидно. Купим карту, может. Все равно она нам понадобится. А где ее еще взять? Негде. Плются покупать. Тебе не стоит спрашивать меня об этом. Покажи мне свои карты. Карта земель. Ну, города точно не будем... Карта земель хорить на СА-250. Берем. А в свою очередь мы тебе продадим... Бардажную саблю. Жавый меч. Тяжелая ветка. Болт. С этим уже ничего не поделать. Хлеб. Вода. Так, так, так. Кусок роду 60. Может мы его как-то по-другому можем использовать? Пусть он остается, пока она спила. И серебряное кольцо. Опять мы вышли на тысячу. Вертимся в этом районе, так сказать. Заходи попозже. Я уверен, что смогу приготовить что-нибудь интересное для тебя. Ну, приготовь. Так, давайте. Подъедим. Это давно известно. Так. Проверим карту. Угу. А здоровый какой город. Такой приличный кусок на карте занимает. Корабль. Интересно. Что здесь является землями Онора и где монастырь. Ну, кажется, от монастыря я вижу. Это чуть выше середины карты. Такое сооружение. Через мост на озере. Ладно. Карта есть. Это уже хорошо. Это просто великолепно. Сколько нам до следующего уровня? Ну, еще 1200. 1140, если быть точнее. Еще много. Так, конечно же, хочется силу еще прокачать. Ну, что? Давайте проверим, на что способен этот человек. Нет? Ты не будешь меня преследовать? Ладно, не говори мне об этом. Не будет. Странно. А еще, наверное, время не прошло. А сколько он нам дал? Сутки или двое? Ладно. Не важно. Так, так, так. Что мы тогда делаем? О, Хагард носит оружие орков. Пантовщик. Тогда мы, наверное... Информация для Гарвела не знает, откуда будет браться. Так, фальшивый, посыльный. Наверное, будем исполнять это задание. Фальшивый, посыльный. Потому что что-то я другого пока себе не могу придумать. Думаю, что да. Так, кстати, отмычки у тебя не появились. Ты единственный человек, который отмычки продает? Ты можешь продать мне отмычки? Если еще остались. Не осталось. Ёлки-палки. Вот дела. А как же мы будем чистить верхний квартал? Да. Кстати, у нас есть ключ какой-то непонятный от какой-то башни. А от какой именно непонятно. Надо проверять башни. Но я боюсь, что стражники будут против. Но это он вроде не видит, да? Мне никогда не открыть это без правильного ключа. Так, а эту? Не спалит ли он нас? Он стоит спиной, если мы сейчас вот так сделаем. Не видит. Отлично. Ключ подошел. Что у нас тут? Что, не понял? Что, ничего нет? А, исысканный короткий меч есть. Ну что, уже неплохо. Больше ничего. Тогда уходим отсюда. Проверим, что за меч. А, так он хуже, чем то, что у нас есть. Зря старались. Ну, по крайней мере, можем его продать. Так. Давайте-ка мы его продадим. А, Гард, по-моему, не торгует, да? Брайан торгует. Что я могу купить у тебя? Я могу продать тебе стальные заготовки. Мы ковать не умеем. Зачем нам стальные заготовки? Так, ну вот у нас 1100 золота. Так, ну все. Идем исполнять задание фальшивой посыльной. Но Инос видел, что сделал Белия. Так мы и не подкарулили Валентина. И выбрал человека. Ну ничего. Думаю, еще сделаем об этом. И человек стал его подданным. И Инос стал ему часть своей божественной силы. Все об этом знают. Так, где у нас Бальтрам? Совсем жизни не стало. Совсем жизни не стало. Вот она. Мой муж думает... Барток, ну как ты? Как ты после нашей охоты? Все в порядке. Да. Но я больше не выйду из города. По крайней мере, в ближайшее время. У меня все еще поджилки трясутся. От одной мысли об этом орке. Да ладно, нормально, мы с ним разобрались. Чего тебе нужно? Ты заключенный из горнодобывающей колонии. Я не хочу иметь с собой никаких дел. Не понял. Это как так вообще? Чего тебе нужно? Это еще почему? А что случилось? Кантар? Ах ты сволочь. Это как так у тебя получилось? Разве я не предупреждал тебя? Было бы лучше, если бы ты делал то, что я говорю. Теперь все торговцы узнали, что ты беглый каторжник. Какая жалость. Теперь ты не сможешь купить на рыночной площади даже куска хлеба. Я могу, конечно же, уладить эту проблему для тебя. Это будет стоить, скажем... 500 золотых монет. Ты с ума сошел? Ты готов заплатить? Я всегда это говорила. Ему лучше заплатить. У меня нет с собой столько денег. Тогда добудь их. Совсем жизни не стало. Вот это облом. Вот это нежданчик. А Сара что, за решеткой сидит? Какого черта лорд Андрей... Что? Почему его выпустили? Что у него какие-то влиятельные знакомые в верхнем квартале или что? Почему так происходит? Я сейчас поговорю с лордом Андрей. Что за беспредел? А где Сара? Неужели ее посадили? Все-таки он добился своего, этот подонок? Сейчас проверим. Если ты дерешься со всяким сбродом в гавани, это одно. Но когда ты нападаешь на граждан или королевских солдат, я должен принять меры. А на кого я напал? Если я просто так отпущу тебя, скоро все будут делать то, что хотят. Не понял. Так что тебе придется заплатить соответствующий штраф, и твои прегрешения будут забыты. Какой штраф? 50 золотых монет. 50 золотых монет. Что происходит? Почему я стал вообще какой-то персоной Нонграта? Я что сделал? Игнаца поколотил, но никто не видел этого. Кого я еще колотил? Ничего не понимаю. Ну, заплачу штраф, конечно. Зачем же мне это? Неприятности не нужны мне. Я хочу заплатить штраф. Или это Кантар меня подставил. Я позабочусь, чтобы все в городе узнали об этом. Это хоть как-то восстановит твою репутацию. О, дела. Я пришел получить награду за преступника. Нагур убил посыльного Билтрама. Но это мы позже скажем, когда станем этим посыльным. Насчет гильдий воров. Да? Я работаю над этим. Хорошо. Держи меня в курсе. Что же хорошего? Почему Кантар на свободе и еще подговорил всех торговцев против меня? Ну, хоть Сара, по крайней мере, не за решеткой. А куда она делась? Может, она в отеле? Надо поговорить с ней. Что мы можем сделать? Против этого беспредела. Как так вообще? А вот тебе и справедливость высшая. Меня, значит, как липку обдирают. А этого подлеца выпустили. Хотел женщину подставить. Из-за... Из-за... Просто из-за того, что ему нужно было ее место. Теперь со мной никто не будет разговаривать? Не один торговец? Ты заключенный, сбежавший из горнодобывающей колонии. Проваливай. Ну, точно, не один. Где же Сара? Твой муж делает по-другому. А тебе я помог. Я воров поймал. Джора, Юра. Так, надо искать Сару. Или в противном случае придется расстаться с 500 золотыми монетами. Это чуть меньше, чем половина всех наших запасов. Только-только я насобирал на монастыре. Опять какие-то проблемы. Может, Хана, ты чем-то можешь мне помочь? Нет. Где Сара? Или она свалила из города вообще? Нету Сары. Ну, дела. Ну, что делать? Ладно бы торговцы. Это еще полбеды. Но я не могу тогда поговорить с Бальтрамом. Предложить ему свои услуги посыльного. И квест дальше не пойдет. А я понимаю, это цепочка квестов. По выявлению местоположения гильдии воров. Никак мы не можем договориться. Чего тебе нужно? Никак. Ну что, платить? А что нам остается? Да. Ну я все равно не жалю. Я считаю, сделал правильный выбор. И моя карма, как мага, чиста. Ну что, наверное, приходит прийти заплатить. Ты готов заплатить? Сколько там нужно? Пятьсот золотых монет. Мы снизить никак не можем, это. Ну хорошо, бери деньги, чтоб тебе чертить. Даже не знаю. Я очень зол на тебя. Я думаю, надо будет тебя как-нибудь подкараулить ночью. И... Забирай, подавись. Хорошо, я заплачу. Ты не оставляешь мне выбора. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Хорошо. А теперь я позабочусь, чтобы твоя репутация среди торговцев выросла опять. Покажи мне свои товары. Выбирай. Да... А зачем ты вообще тогда со мной затирался? Мне нужно идти. Как знаешь. С этим пропуском. Если у тебя полно связей, уже бы... Ты из тюрьмы смог взять себе это торговое место. А так ты просто был бы на свободе. Это в сто раз бы было проще. Зачем ты задевался со мной с совершенно незнакомым тебе человеком? Как-то немножко нелогично. 550 у нас на кармане осталось. Ладно. Едем дальше. Ну что, Бальдрам? Ты ищешь работу? Конечно. А что нужно? Мой мальчик на побегушках не вернулся. А я жду поставку от фермера Акила. И во сколько ты оцениваешь эту работу? Я дам тебе 50 золотых монет. Отлично. Я согласен. Хорошо. Просто скажи Акилу, что тебя послал я. Он передаст тебе пакет. Принеси его мне. Где мне найти ферму Акилы? Как только выйдешь из восточных ворот, держись с дороги, ведущей на юго-восток. Вскоре ты увидишь каменную лестницу. Когда ты поднимешься по ней, ты уже сможешь видеть ферму Акила. Покажи мне свои товары. Да. В копеечку нам это влетело. Покажи мне свои товары. Что тут? Есть какие-нибудь мега-крутые заклинания у тебя. В создании скелета Гоблина за полтинник. Сон за 150. Ничего себе. Ничего себе. Огненный шар 75. Все, это бы хорошо, конечно, и надо, но денег нет. Даже не знаю, как вот так вот выходить из города. Не совсем, скажем так, развитым физически. Покажи мне свои товары. Посох суди, одноручное оружие. Я не совсем понимаю, как может быть посох одноручным оружием. В любом случае у нас оружие лучше, чем этот посох. Скорее всего, опечатка. Скорее всего, она двуручная. Так, Алерик говорит, что у тебя его меч. Алерик говорит, что у тебя его меч. Ты имеешь в виду этого оборванца, что продал мне свое оружие за несколько факелов и кусок мяса? Да, это он. Его меч все еще у меня. Сколько ты хочешь за него? Ну, для тебя. А, ладно. Забирай его так. Ведь ты помог мне вернуть мое золото. Покажи мне свои товары. Ну, что ж. По крайней мере, у тебя есть совесть. Что за меч? О, серьезно, довольно-таки меч. Меч Алерика 20-25. Ну что, вернуть его Алерику? А потом выйти из города. Сколько времени у нас? Уже вечереет. Наверное, сейчас смысла нет отправляться на ночь глядя. Давайте вернем меч Алерику. Поспим. И с утра пораньше тогда пойдем. Да, ну вот этот, конечно. А где же все-таки Сара? Мне на то, что интересно. Ну, в тюрьме ее нет. Снаера покинула город. Бедная женщина. Все-таки он добился своего. Вот подонок. Не смогли мы ее спасти. Солнце прям слепит. Кстати, видны мачты фрегата. Красиво. Красив мир готики. Вот тут еще непонятно, что за склад с охранником. Что там хранится и... Как вообще там с ним поступить? Можно ли усыпить его? Или что-то типа такого? А мы профукали свои заглянания сна, поэтому... Ой, куда я пошел? Почему-то не сработало на том страже. Да и было бы из-за чего? Из-за этих доспехов дурацких. Ну что? Я принес твой меч. А, им значительно удобнее сражаться, чем палкой. Ну что, еще можем сразиться? Я хочу сразиться с тобой. У тебя есть 50 золотых? Вот. Держи. У нас новый боец. Ставки сделаны. Ты готов? Иди сюда. Посмотрим, на что ты способен. Прекрасите, вы... Не останавливайся. Я не останавливаюсь. Не останавливайся. Неплохо. Ну, не так уж и много он мне нанес. Ну, вставай же, давай, разлегся. Держи Хориниса. По прямому указанию доступчивого лорда Хагена, сегодня в твою силу следующий декрет. Моя голова. Ну, а ты думал, ох, парень. Ну и удары у тебя. Я вижу, ты уже забрал свое золото. Ты мог бы подождать, пока я сам не отдам его тебе. Я держу свое слово. Да я тебя уже вызвал. Ты можешь обучить меня? Я держу свое слово. Я научу тебя всему, что я знаю. Если у тебя достаточно опыта. А что ты знаешь? Одноручку? Научи меня обращаться с мечом. Одноручку. Ну, пока мне это не надо. Все. Здесь мы поймели все, что могли. Семь вечера. В принципе, можно пойти встретиться с тем человеком. Меня что-то немножко побаиваюсь. А вот и Люси. Подожди минутку. Ты знаешь, как мужик к тебе относится, Люси? Что новенького? Интересно, зачем сюда прибыли паладины? Они заняли городскую ратушу, казармы и гавань, но пока не сделали ровным счетом ничего. Если бы они прибыли сюда защищать нас от орков или бандитов, они бы давным-давно расправились с ними. Должна быть у них какая-то другая причина. Какой низкий грудной голос. А ты, кстати, не такая глупая, Люси, как она, тебе думает муж. Логические цепочки, по крайней мере, проводишь. Как твои овцы? Овцы едят и становятся все толще и толще. Прямо как моя жена. Ты неблагодарная свинья, нормальная у тебя жена. Она не толстая даже, совсем нормальная такая. И попка, все, и на месте. Балбес ты, не ценишь, что у тебя есть. Так, ну что. Пойдем попробуем все-таки встретиться с тем человеком. Я теперь даже не знаю, кому верить. Надеюсь, мне не придется в этом раскаяться. Где ты это услышал? Я подозреваю, что это бандиты наняли убийцу, чтобы меня зарезать. Но в любом случае, я думаю, только через него мы можем выйти на них. Поэтому рано или поздно это бы должно было произойти. Ух ты. Там за стеной снэпер, судя по всему. Прям за стеной. Ну что ж. Ох. Броня как у нас. А что за оружие? Топор. Еще и арбалет. Эй, хе-хе-хе-хе. Ну что. Удачи улыбаться смелым. Ах, наконец. Я ждал тебя, чужеземец. Кто ты? Меня зовут Атилла. Но разве мое имя важно? Наши имена ничего не значат. Ты это должен знать, чужеземец. Атилла, вождь гунов. К чему весь этот фарс? Ты не должен умереть в неведении. Считай это проявлением уважения к приговоренным. Почему ты хочешь убить меня? Ты продал Рингару ополчение. Да. Он всего лишь мелкий воришка. Но тебе не следовало делать этого. Мои хозяева недовольны этим. Чтобы не дать тебе совершить еще одну ошибку, они послали меня. Дай мне хотя бы вынуть свое оружие. Хорошо. Приготовься к своей последней битве. Надо валить. Ох, 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 как та да. Да, крепкий орешек. Застрял. Мы еще встретимся. Да сейчас встретимся, я поем и вернусь. Он все время знал бы это. Да. Ты действительно думаешь? Я говорил тебе раньше. Я знал, что это будут продолжаться вечность. Все мясо на тебя извел. Кто-то пошел, Хальвар. Я слышал грубое. Ну что? Продолжим? Я знаю, это не совсем честно. Блин, да у меня заело мышку. Моя хитрость против багов игры. Кто кого? Арбалет 2020. Ржавый ключ. Этот ключ изъеден соленой морской водой. Ну вот, собственно, ради этого ключа все и затевалось, я так понимаю. Нечего взять! И как я и говорил, да, новшество во второй готике, что если человек категорично к тебе настроен, то есть нацелен на твое уничтожение, то его не надо закалывать дополнительно, он сам умирает. Да, но пришлось мне понервничать. В первый раз из-за объективной силы противника, а второй раз из-за багов в управлении. Отказалась работать левой кнопкой мыши. Блок ставился, а удар не проходил. Все хорошо, что хорошо кончается. Там ничего нет! Ну что? Что нам это дает? Изъеден с соленой морской водой. Значит, где-то, по идее, морская вода должна омывать этот вход, что ли? Или там сундук? Сундук на дне морском или... В общем, не совсем понятно. Но все ведет сюда. Все ведет в порт. Я бы даже сказал, не просто в порт, а вот куда-то к морю. Торговка сказала, что вор Лука прыгнул сюда. Так что все каким-то образом ведет сюда. И Ларис говорил, что где-то в этом районе все это должно быть. Но где? Возможно, они на лодке плавают. Ладно, в любом случае, я думаю, надо разобраться с Бальтрамом, с поместьем Акила, потому что это также имеет отношение к к лагерю гильдии воров, потому что этот товарищ из Таверны тоже к ней принадлежит. И тогда уже, скорее всего, у нас будет уже в полном объеме вся информация, чтобы найти эту гильдию. Так что все, идем спать. И затем с утра уже пойдем на ферму Акила. Очень-очень нужны мне отмычки. Торбен, не появились их у тебя? Ты можешь продать мне отмычки? Есть ли еще остались? Нет, не остались. Не остались, Торбен. Как же так? Он не заслужил облакой бизнес. Ладно, не говори мне об этом. Ну ладно, что делать? Идем спать. Я уже подумал. Это плохой бизнес. Он почти... Лучше не говори, не надо. Так может продолжаться вечность. Ему нельзя доверять. Так может продолжаться вечность. Я не знаю, где его так и сделают. Это плохой бизнес. Если все будет. Мммм... Дымят, как паровозы. Будет разные слухи. Это давно известно. Ну что, Сара так и не появилась? Нет, нету Сары. Пропала торговка. Ладно. На свое привычное место рядом с камином. И спать до утра. Отлично. Мы выспались, отдохнули. И выйдем из города. И пойдем уже к поместью Акила. Но это будет в следующей серии. А сейчас я желаю вам всего самого доброго. И всех благ. Субтитры сделал DimaTorzok